Так, находимся по адресу Ленина, 74 Вот здесь располагается здание администрации города Каменшахтинский Ростовской области Заметили, что один флаг висит, почему-то к тому же Но и конусы стандартные, которыми, похоже, никто в городе Каменшахтинске не занимается Ну вот мы убрали конусы у здания суда И сейчас подъехали сотрудники ДПС, к которым мы сейчас обратимся по поводу данных конусов Ну, чтобы возбудить дело административного правонарушения по статье 12.33 КОП РФ И, соответственно, принять меры для устранения существующих нарушений Так, инспектор ДПС подходит Сейчас обратимся к нему Здравствуйте Да, инспектор ДПС, капитан полиции Шапокидзе Не понял просто, не расслышал Капитан полиции Шапокидзе, застреление А кто вызывал? Я вызывал Я просто не расслышал Вы то далеко сказали, то тихо, как-то не поймешь ничего Пожалуйста, застреление Шапокидзе, Дмитрий Автангел Спасибо большое Нагрудный значок 610841 Значит, суть обращения такова Вот конус стоит на проезжей части Образует состав правонарушений, предусмотренный статьей 12.33 КОП РФ Просим, во-первых, привлечь виновное лицо к ответственности И убрать, естественно, этот хлам Смотрите, зачем объяснить? Сначала отреагируйте Смотрите, зачем объяснить? Объяснения никакие давать не буду Воспользуюсь статьей 51 Потому что конус стоят Нет, конус уберем сейчас Нет, подожди Нет, нет, пойдемте в администрацию Зайдем, может быть, там знают Да, просто уточним Если не знают, то вопроса нет, конечно Нарушение есть, вы же не берете Никакого-то там объяснителя Ну, если вы там штрафуете Конечно, у гражданина, который вызывает Объяснение берется, если требуется расследование Кто конусы выставил перед администрацией? Кто? Да Еще раз смотрите Конусы данные, вот эти вот, желтые выставил перед администрацией? Ну, наши управляющие делами Вот так На месте не точно? Есть она на месте Ну, еще пять минут обеденный перерыв, подождите, пожалуйста Ну, надо ее вызывать сюда Ну, при чем здесь обеденный перерыв, товарищ инспектор? Ну, потом Обеденный перерыв, перерыв, но Я ее смогу вызвать, а? Вызов можете, да? Да, ну, после окончания обеденного перерыва Я, конечно, позвоню сейчас Да пусть сразу подходит Какой обеденный перерыв? Хорошо Хорошо Она здесь находится? Ну, это просто, видите Я вам не могу сказать С тех работников не знаю, кто выходит на обеденный перерыв Ну, сейчас закончится Я ей позвоню в кабинет Может, она себя обедает Мы же видим в соседнем кабинете Мы пригласите Ну вот видите, как все Просто бывает, а вы говорите Какое-то объяснение Все ясно уже, кто выставляет Свидетель даже есть У нас вот сейчас на камеру пояснили, что управляющий Да, свидетель даже есть Нарушение Так, ладно Получается, объяснение тебе давать не надо Ну похоже, да, потому что есть свидетель Живой Который подтвердил, кто выставляет Сейчас осталось только проверить на честность управляющего Какого-то там Хозяйственным делами или какого-то Ну честность, посмотрим, насколько честные работники Сотрудники администрации Вот час назад у нас такая похожая ситуация была Ну там по-другому инспекторы как-то работали Другие, да, были То же самое, просили дать объяснение По поводу чего Да, не, ну там, понимаешь, он зашел Там непонятно кто, они все сразу разбежались А здесь, в общем-то, уже Как бы ясно, кто выставил Ну, сейчас, во всяком случае, есть основания полагать, что она Вот, сейчас инспектор фиксирует Соответственно, расположение конуса на проезжей части Сейчас подойдет Значит, представитель администрации Инспектор будет уже совершать процессуальные действия С представителями администрации Второй инспектор пока сидит, наблюдает В наблюдательную позицию занял Смотрит Не выходит пока Что же происходит Здрасте Как там, удобно сидиться вам? Да, только сел А, токсель Понял Ладно Ну, здесь одного достаточно Поэтому Одного инспектора достаточно Поэтому тут Справится, я думаю, он сам Опа, на проспект А где же администратор-то, не подскажете? Вот это А, вы? Понял, взаимно А как у вас фамилия, имя, отчество? Здравствуйте Не подскажете? Я уже подсказала Ваши допросы А, как вы не подскажете? Елена Елена, да? Елена вас, да? А имя, а отчество? Можно представить мне? Я Алексей, меня зовут И фамилия, имя, отчество Это требуется? Да, это требуется А с каких целей, спрашиваете, интересуетесь? А с каких целей, спрашиваете? А вы же обязаны представить Вы же госработник или нет? А вы муниципальные? Ну, муниципальные Вы же обязаны А я вам все покажу Представьте, вы ваше прошло время Без вопросов Вы первые представьте, я тоже Без вопросов Я имею право названивать Пресса Куда же, своими ручками? Что, давайте? Я запишу вашу Я сфотографирую Так записывайте так Вашу у нас фотографирую Вы на каком основании-то фотографируете? На каком основании? Да переписывайте долго, мы не спешим Я перепишу вашу, да Давайте, прям требуйте Что, прям давайте? Я не приеду Пожалуйста Отноводите нам Не вырывай из рук Вы меня вырываете Как вы себя ведете-то? Я нормально себе веду Ну, не вырывайте Давайте, пожалуйста Давайте, пожалуйста Пожалуйста А то вы чего вырывать начинаете Моя собственность На провокацию На провокацию провоцирует Это как, на провокацию провоцирует Ваш сотрудник Я ничего не вас не вырывала Из рук Выдостоверение А можете, пожалуйста, тоже представиться Да, представилась Потапова Елена Александровна Потапова Елена Александровна Вас ждут инспектор ДПС Елена Александровна Очень сильно На улице, которые располагаются Ну, сказали, чтобы вы вышли Они просто к ним Понимаете? 102, обязательно 102, быстрее звоните А вон, полиция Зачем 102? Куда? 102? 102? А, мне кажется, 102 Что-то послышалось 102 102, скорее, звоните А куда она пошла просто? Вроде-то вольницы общественные Да не сказали ничего Вот, гражданка, зашли Не сказали Слушайте Я пришел к вам на прием Вас зовут Зовут там Ждут Можете выйти, пожалуйста Или стесняйтесь Не одеть Ну, оденьтесь, конечно Мы же все люди Уберите конусы, да? Че-че-че? Стоять! Берите конусы Стоять! Конусы наши Никого не убирать, ничего Стоять! Все на месте остается все Все остаются на своих местах Если вы до них докоснетесь На вас будет штраф Да 5 тысяч рублей Инспектор, подошли они там Что-то стесняются Выходить что-то Но уже команда конусы Убрать поступила Да, пожалуйста, не говорите Не скажите, чтобы пока ничего не убирали Ага Первый Пальцем покажите кто По моему заданию выставлял нас Все Первый глава должен нести ответственность Мне кажется Молодец Возьмете на сейчас штраф? Возьму Все Достойный паспорт Вот, привлеките, пожалуйста, ответственность Заместителя первого главы Первый заместитель главы администрации Да Первый заместитель главы администрации Города Камень-Шахтинск Вы Брать Не, вот это мужчин не надо привлекать Потому что Мне сейчас интересно, кто именно выставлял Потому что он сказал По его указанию Это не Не справедливо будет, если вы его не привлечете Человек, привлекаете его Вот настоящий мужчина Все, молодец, красавчик Начальник дал задачу Пример показывает Да, все Вот это Вот это мужской поступок, да Это я понимаю Ну, соответственно, у нас сейчас выбирают знаки Пример показывает, как надо себя вести гражданам Правильно, если нарушили Снался и все Понялся ответ Мужчину, конечно, не за что Он выполнял всего лишь указания, да? Я так понимаю И еще его привлекать Он же не знает, законно это или нет Правильно А мы думали, администратор выставляла Сказали А оказывается, нет Вот уносит, все Конусы сюда Больше не выставляете, ладно? Незаконно Хорошо, мужчина? А Не знаю, как вас зовут, конечно Вот так уносит Оказалось, конус администрации Вот и все Все просто Все Ушла, да, уже администратор? Не договорились с ней? Я не знала Где-то там себе вошли Да нет, она Одеться не захотела Ну ладно, до свидания Проходите, пожалуйста Все, теперь нет ограничений никаких для движения Сейчас будут составлять материал соответственно Спасибо, вы не нужны Ваш начальник взял ответственность полностью на себя Сначала на вас переложили, но потом на начальника На заместитель главы А это Это делопроизводитель? Да, управ делами вроде бы А у них есть интересный старший уборщик, который тоже отвечает? А вон старший там сидит Знаю Там он сидит в машине, да? Загородили правилы Вместитель А вот коты ходят Дерутся Так, решили поиграться Я буду нести ответственность Молодец Так и нужно А то некоторые начинают выкручиться, бегать Там непонятное действие производить Лишь бы не нести ответственность Любыми путями Я не помню Так, я так понимаю Составляется уже, да? Материал А, вон Сотрудник пишет что-то там Ну посмотрим Давай может обратимся к нему Давай сразу обратимся Давай Вот так постучим аккуратненько Чтобы никого не раздражать И раз вы такой мужской поступок совершили К вам обращение такого характера Пока предлагаем никого не вызывать Ни ППС по нарушению Есть еще одно серьезное нарушение За которое штраф огромный предусмотрен До 300 тысяч рублей А можете подсказать Вот знак, флаг у вас почему-то один Российский Что не предусмотрен На здании До 300 тысяч штраф Можете, пожалуйста, проконсультироваться И если это недостаток То его исправить Да Все Больше ничего мы не хотим Мы вас уважаем за мужской поступок И только из-за этого мы не будем никого вызывать Потому что штраф огромный на это Другому не приучат Все, спасибо большое То есть вы исправите Если это действительно нужен российский флаг Вы обязуетесь исправить это в ближайшее время Есть отребования, да Мы тоже пока не знаем Поэтому четкие требования Должен ли он здесь быть или нет Но на всех зданиях они есть Российский флаг Все, спасибо вам большое Надеюсь, что исправите Все, там пишут уже Материал на вас составляют, да Вы знаете, что 5000 рублей, да Или вы как Инспектор, а можно уточнить Вы сейчас как на должностное лицо пишете Или как на физическое Я составляю административный материал А будет вносить инспектор Дор-надзор Дор-надзор Все, согласен, правильно Но он согласен с нарушением Конечно То есть он решит на должностное лицо Или на физическое Конечно Все А можете, пожалуйста, представить Товарищ инспектор, уважаемый Инспектор, какой старший Надо Степаненко Степаненко, да? Можно у вас на грудный значок сейчас Зафиксируешься Секундочку Так, рукой закрыли, пальцем Во, спасибо Приятно видеть инспекторов Которые выполняют свои обязанности 610842 Спасибо Все, закрываем Вот так вот, друзья Молодцы Поступает иногда должностные лица Очень приятно видеть Смотрите, что происходит То есть припарковал водитель Уже транспортный срез на это место Игорь подсказал Я так понял Что параллельно водитель поставил Абсолютно правильно Хотя Способ постановки здесь Можно такое сделать Но установив знак Потому что существует уширение Вот Водитель переставляет Без вопросов Послушал Игоря Но Тем не менее Если раньше никто не ставил Мы освободили Сколько здесь приблизительно Ну, мест 4 Да, наверное Для автомобиля Вот таким образом Что, он уезжает? Решил вообще уехать? Решил вообще уехать На всякий случай Увидел полицию Вдруг И решил туда поставить Тоже с нарушением ПДД Ну, ладно А там что Инвалидные места? Нет Там нет просто тоже знака Такого же Лучше бы здесь стоял Ну, ладно Боятся еще Некоторые водители Он объяснил, что он работник администрации А, ну и что? Так что он пояснил? Что он работник администрации Ему так можно ставить Да, да Понятно Ну, ясно А сейчас мы у него спросим Уточним Комнат выбирает Для него или нет? Так, мужчина вот Зачем-то переставил автомобиль Сейчас поинтересуйся Здравствуйте 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 А вы не подскажете Зачем вы отсюда убрали автомобиль? Так, мы сказали не убрали Не, а вы параллельно поставили И все Понятно Говорит, я совсем дебил Что ли параллельно ставить? Ему значит видней Ну, значит, наверное Да Может его привесить тогда? Да не, не надо зачем Переставил Непонятно Не, ну ксюль, что он не дебил Ты же вроде попросил Просто переставить Те не убрать А он убрал вообще То есть испугался И он туда переставил Ну ладно Не знаю Почему это происходит так Ну Со зданием администрации И разными такими зданиями Всегда творятся какие-то Чудесные вещи На тротуаре машина стоит там Да Вот здесь работник администрации Ходит О, вон кошки играются Смотрите О, третья пришла Третья Вот и у нас также играется Администрация в игрушки Как эти коты Вышли три кота Сейчас только из администрации И тоже поиграли Но Некоторых привлекают Все-таки к ответственности Вот водитель говорит Что я совсем дебил Что ли ставить здесь Я же в администрации Все-таки работаю А какой уважающий себя Сотрудник администрации Будет ставить По правилам дорожных движений Наверное так он думал А зачем водитель Непонятно Вторым рядом Поставил автомобиль Инспекторы ДПС Стоят И вторым рядом Припарковался Здрасте Вы бы убрали машину Из второго ряда Водитель Водитель Из второго ряда Машину убираем Вторым рядом поставили Не ставьте так больше никогда Присотрудник ДПС Ничего не стесняется Просто едет Поставил и все А сотрудники стоят Хоть бы отреагировали Он тоже стоит Смотрит Да в телефоне Наверное Да вот ему интересно Хоть бы в зеркало глянул Что там происходит Нарушение происходит При нем Сотрудник Нарушение Сзади вас происходит Вы не видите Сзади вас нарушение Вторым рядом стоял А второй А второй А все заняты Все понял Ну хорошо Понятно Что там Так ну что Все Привлечены к ответственности Оформили Дорнадзор будет привлекать Все Спасибо большое По знаку По флагу разберетесь Инспектор обращение Инспектор Инспектор Не пристегнутый Кстати поехал Ну ладно Вот такие дела Так Ну какие нарушения Остались Так что там Андрей Что там говорит Еще по нарушениям Да А вот смотрите Что у вас Да Проезжая часть То есть у нас срубать Да Надо срубить Знак поставить Здесь смотрите Знак П Под углом Разметку нарисовать Чтобы ставили Под углом Место позволяет И инвалидное место Сколько там Одно Да Тоже с разметкой Нанести И все И будет все красиво И конусы больше Не ставьте пожалуйста Никому не команду Хорошо не будем А то просто Ответственно за это призыв Звонок мы поставим В этом году мы сделали Вот этот пангус Так Звонок поставим Оно в процессе Вот этот Трухтуру нарисовали Приклеили Да Ну вы знаете Кто еще положено Желтый лед А вот еще Знаете что У нас срок до конца декабря Оборудовать все До конца декабря Мы сделаем И то что вы сказали Знаете что еще плохо Я считаю неправильно Вот ваш Сотрудник поступал Вахтер или кто Или сторожа Я просил в туалет Давал паспорт ей То есть не просто Так пройти Чтобы записал Все Прошел как положено Вот она не пустила Здравствуйте А у вас туалет есть? Что? Туалет Есть Можно? Нельзя Ограничено Да? Конечно А почему? Ну а почему вы вдруг решили Что в здании администрации Можно в туалет Ну оно же для граждан Или нет? Ну что что граждане? Ну пойдите На рынке тоже граждане Нет Ну там же Что там? Может быть и коммерческая структура Ну а что если не коммерческая Так вы думаете Всему городу можно в туалет Можете записать Зачем записывать? Ну здесь тоже определенное Ну как это так? Ну как вы себе представляете? Вы себе А можно вашего начальника Какого-то Можно Ну давайте Обеденный период закончится А сейчас обеденный период Да Сейчас Просто тащить Как и так граждане Пускай Так вот так вот Я не знаю Граждане Ну граждане в городе Все граждане Я паспорт предъявлю Ну а при чем Здесь паспорт Как при чем? Ну если в туалет В туалет Если хочется Это муниципальный Меня в театр пускают Например Если я не без билета Проходите Пожалуйста А что? Государственная организация Наша Граждане принадлежит Только так не пускать Не понятно Ну в любом Я не знаю В любое Ну я паспорт дам Вы запишите А магазин? Магазин Это частная территория Магазин Частный софт Там не оборудов Там места общего доступа есть Где торговые помещения А здесь Ну хорошо После обеда Подойдите То есть вы не пустите Даже если запишите Данные Естественно Мы всех посидим Я могу прилить паспорт Вы убедитесь Что я гражданин Вы запишите Я пойду Закончится обеденный перерыв Придет Наши доктора Еще конечно не найдем Я же не буду ждать обеденный перерыв Я просто уточню так Я сама не могу Все ясно Спасибо Спасибо Ну так вот Ну так вот Не стоит Обращайтесь Не попали Да Хорошо Вот как-то это по-моему Не по-человечески даже Не то что там Какой-то там может Регламент есть Там У вас Свои внутренние Правила Там какие-то Но людей не пускать Это как-то Некрасиво Просто на работу Да Все Спасибо А можно сейчас пройти в туалет Спасибо Можно? Да Все спасибо Да Один Спасибо Ой Да Ну куда же Не-не-не Да ну вы что Зачем Я же куда говорю Туда иду Все Вот пропускает меня в туалет Спасибо большое Записал